Приветствую вас, посмотрел тему вашу, которую вы дали, посмотрел сообщение психолога, о котором вы говорите. И я думаю, что во многих моментах роль большую играет, знаете, личность самого специалиста. То есть в вашем случае, в вашем случае мы имеем дело с кем? Вот вы здесь пишите, да, значит, что я привыкла изначально доверять людям и видеть людей открытыми и целостными. Когда я доверяю, меня незначительно много придают в мелочах. Чему учит манипуляция? Отстаивать свои границы, значит, больше доверять себе решительности и мудрости, появление одновременно некой твердости и гибкости и принятия. Спасибо. Значит, вам отвечает этот человек. Я не буду его цитировать, но в общем и целом, в общем и целом, человек ответил довольно много. Я бы сказал, что это не характерно. Для него, по крайней мере, я таких ответов не видел. Значит, далее, человек отвечает, что ваш вопрос не подразумевает разборы конкретных ситуаций и ваша реакция в ответ еще раз подтверждает правильность направления оценки. Ну и далее она, в общем, отвечает вам довольно-таки типично, типично для психолога, который в защитной реакции видит сопротивление. Вот, только вот, знаете, вы отвечаете, что, значит, в общем, вы приводите факты и, собственно, вы как бы вступаетесь в полемику. У вас своя позиция, у нее, у этого психолога, позиция своя. Значит, ну, что вам могу сказать? Я не считаю, что она навешивала это делать. Просто вы ей ответили, она ответила вам. Вот. Если вы считаете это навешивым, если вам так скажут, что это ваше право так судить, на мой взгляд, психолог провела себя не совсем этично в той части, что стало говорить вам, что ваша реакция – это свидетельство ее правоты, даже если так, то говорить об этом вам не стоит, это поражает еще больше сопротивление. И там грамотнее было бы разобраться в саму ищите того, что вы написали. Вот. Она же ушла именно в сторону такого жесткого профессионализма, и она же ушла все равно в неком отдалении от вас, не пожелав продолжать разбираться в этот ситуации, ну, отчасти, потому что это бесплатный сегмент, и как бы для нее это не имеет никакого смысла, только праздник ответов. С другой стороны, видимо, во втором сообщении она хотела показать вам серьезность вашей проблемы, не эти пресс-специалисты так делают, правильно это или нет, не нам судить. Ну, а третье сообщение явно было уже так вот чисто, чтобы завершить как-то диалог. Почему психолога зацепила данная ситуация? Сказать о том, конкретно почему ее зацепила данная ситуация сложно. Вполне возможно, что для нее эта тема достаточно дискуссионная, может быть больная, может быть важная, может быть тема выгоды для нее очень ярко звучит. Есть такие психологи, которые на определенные темы реагируют определенным образом, ну, более прекрасно. И если, например, она видит, что вы себя защищаете и обманываете, как она говорит в своем сообщении, что вытекает из понимания того, что вы задали вопрос, значит, вы уже столкнулись с какой-то проблемой. Ну, она так посчитала. Отказаться от своей точки зрения с учетом вашего комментариев, да, она уже не смогла. И мне не хотелось, с одной стороны, выглядеть непрофессионально, с другой стороны, она и просто смолчать, видимо, тоже не могла. То есть, как бы здесь ее опыт, ее мнение о себе, и ее позиционирование себя как знающего человека, ну, на мой взгляд, сыграли свою роль, а то, что вы сопротивляетесь, вот, это уже ваш защитный механизм. Так многие достаточно психологи думают, ну, это их право. Иногда право, иногда нет. Другое дело, что с каждым случаем нужно разбираться отдельно. И для того, чтобы преодолевать, защитный механизм нужен какой-то элемент доверия. А если доверие не устанавливать, то и защитные реакции проявлять, как бы, подавлять, точнее, защитные реакции, убирать их довольно сложно и опасно вот такими вот перепалками. Да, психолог имеет право указывать направление работы. Но, в вашем случае, психолог это сделал навязчиво, по вашему мнению. Если вы считаете, что он это делает навязчиво и игнорирует те обстоятельства, которые вы приводите, значит, для вас он не профессиональный. Нажды вам он не подходит. Как? Писпетербург. Ну, и просто это не ваш психолог, и все. Не мог выйти и сказать, психолог, потому что, я уже сказал, не хотел выглядеть непрофессионально, не хотел соглашаться с вами, потому что это повлияло бы на его компетентность, тем более публично. Этично ли такое отношение и поведение данного специалиста, так открыто рекламировав себя? Ну, рекламировать себя или нет, решает каждый психолог сам, что касается того, что этично ли такое поведение. Знаете, она с вами спорила. Вот спор, это не совсем правильно. Вообще, я спорю, что специалисты и клиенты, мне кажется, не должны быть. То есть она должна вас переубедить, видимо, связана с тем, что она позиционирует себя старшего. Вот, как бы, из одного, что она старше и опытнее, она считает возможным настойчиво предлагать методы, из которых по его мнению подходят клиентам. Ну, вы понимаете, что если вы считаете все это новейшего, значит, для вас это неэтично. А кому-то она поможет своей жесткостью. Понимаете? Правда, указывает направление работы психолог Молли. Вопрос в том, как он это делает, в какой форме и считается ли он с клиентом. вот в вашем случае психолог с вами не считал. А может еще обидно было, что вы выбрали лучший ответ другого человека, не ее. в любом случае, в любом случае, вы поймите такую вещь, что человек там явно не молодой и по-моему, первый раз консультирует здесь, на сайте. И если, ну, в смысле первый раз, имеется в виду, что впервые на сайте. Действительно сложно. И вполне вероятно, что сама специфика общения на сайте ему еще не знакома. Есть такие люди, которые считают, что если им что-то написали, он обязан ответить. Ну, вот есть такие люди. Вот с этим никуда, с этим ничего не поделать. Такие люди есть. Если они говорят, если мне ответили, я обязательно обязан дать реплику в ответ. Вот. Ну, то есть, это от личных убеждений человека зависит. Поэтому я не думаю, что тут можно говорить об этих как таковой формально, она отставалась в этических рамках формально. Я думаю, что она поступила не очень хорошо тем, что стало страны спорить. Только вот, пожалуй, это. Ну, а что касается вашего вопроса, в случае причем я не буду дополнения ваши читать, потому что они направлены как бы на нее, да, вот. А вопрос ваш, чему учат манипуляции, по моему мнению, вот, по моему мнению, я не буду касаться сейчас того, что вы привыкли видеть людей открытыми и целостными, это скорее из гестальт терапии, вот, я не буду этого касаться, я просто отвечу вам на вопрос. Что манипуляция учит, во-первых, оставить свои границы, это действительно так, а доверять себе, ну, нет, я не думаю, что так, потому что вы же вот доверяли себе, когда доверяли человеку, когда доверяли ему себя, ну, я образно говорю, да, вы же доверяли себе, а у нас одна, получается, больше доверять себе здесь вряд ли. Лечительность и мудрость, ну, опять же, решительность в чем? В отказе человеку, например, вот вы пишите, что человек попросил, попросил проявить, попросил, проявил ко мне интерес и уважение, стали завязывать деловые отношения, проявил просьбу купить книгу, книгу купил, а человек избегает от отношений и не передает оплату, не лично и не переводом на счет. но, здесь, я думаю, что все зависит от того, что удвигло вами купить ему книгу, книгу. Знаете, если вы покупали книгу, ему ожидают, что он вам что-то взагет даст, обязательно, потом в будущем, то тут, пожалуй, действительно решительный смысл. Тут, пожалуй, решительный действительно нужно знать, потому что она бы вам помогла сказать нет человеку и что покупка книги никак не сказывается на деловых отношениях. Это услуга, услуга личная и как бы к деловым отношениям она не имеет никакого касания. Да? А вот если вы это сделали просто для человека, тогда это учит мудрость. То вы сделали что-то для человека, ну сделали и сделали, ему хорошо, ну да, деньги потеряли, но деньги сделаны земные, появятся и все. Это и есть мудрость. В принципе, да, можно понимать это как мудрость. Появление одновременного некой твердости и гибкости принятия. Ну вот этого твердость и гибкость принятия, если честно, я не очень понял смысл вот этой вашей фразы, потому что твердость принятия это как знаете мокрое масло, то есть если мы принимаем, мы уже проявляем гибкость. Гибкость принятия это как масляное масло, то бишь антаркология. принятие человека начать принятие его таким как он есть целиком, как вы сами говорили. И если он так поступил, значит, это он и есть. Он вот такой, вот он такой, да. И все, и все. И вам как раз таки нужно оставить свои границы, то есть не спешить выполнять просьбы, которые вам предлагают другие люди. Сразу, не торопиться. Привало узнать их поближе, время провести, посмотреть, соответствуют ли дела человека и словам и так далее. Потом уже что-то выполняет. Я думаю так. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что ответил на ваши вопросы. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.